Всем привет! Хочу оставить отзыв о курсе Нелли Давыдовой телепатии. Когда я увидела это объявление, я, конечно, шестым чувством, что ли, я не знаю, ну, почувствовала, что я хочу там быть. Зачем? Я вообще не поняла. Я когда читала объявление, я увидела слово, что раскроется чувствование, и вот я за этим пошла, потому что я не понимала смысла телепатии. Мне казалось, ну, зачем мне читать чужие мысли, и вообще мне это не надо. Но когда я пришла на курс, Нелли, конечно, сумела удивить кардинально. Два дня я была в таком шоке, и мне казалось, что мне ничего не получится, и вообще, что я буду делать. Но в какой-то момент Нелли сказала о том, что ты просто не веришь, что у тебя получится. У тебя есть знания, что у тебя не получится, ты уже в это поверила. И я думаю, блин, ну чё ж так? Но благодаря тому, что Нелли нам каждый день делала сеансы, проводила всяких много упражнений, это чувствование, правда, открылось. Сначала я не сразу поняла, как это произошло, потому что в какой-то момент, где-то в середине курса, Нелли хакнула мне мозг, да, и вот эта моя логика и знания как-то были под вишем состоянии. Целый день я прям ничего не соображала, но меня это радовало, потому что в моей жизни мозг лидировал всегда, и в какой-то момент я поняла, что это мне мешает. Но после случилось чудо. Я начала чувствовать, я начала считывать, настраиваться на другого человека и считывать даже позу человека, его настроение. Нелли нас научила считывать ответы в теле, на ответ да или нет. И это такой кайф, когда ты просто задаёшь вопрос относительно человека, например, и твоё тело тебе отвечает, не мозг отвечает. Меня это очень впечатлило, и я ходила в таком энтузиазме прям очень долгое время. А потом Нелли нам сделала такой, как это, офигенный подарок, подарила нам ещё неделю курса просто даром, безоплатно. И я подумала, вот, это точно для меня шанс всё-таки довникать туда, куда я ещё не вникла. И, блин, как я вам скажу, так круто, потому что я начала чувствовать... Не знаю, у меня такое ощущение, что у меня обострились чувства. Я начала запахи более глубоко чувствовать. Такое ощущение, что ярче стали, краски на улице стали ярче, вся эта красота снаружи. И общение вообще с каждым человеком, приводилось к тому, что я через какое-то время понимала, что я общаюсь с человеком вроде по его теме, а через время меня догоняла о том, что, блин, так это про меня вообще. Вот, это ещё один какой-то мой момент, который я в себе не принимала. И я начинала как творец, принимая причину в себе, что я создала этих людей, эти люди – моё продолжение, что я наделяю этих людей своими чувствами, и таким образом я пытаюсь считать. И, ну, я правда вот своим окружением, когда начала общаться, и я поняла, что они мне как бы подыгрывают, да. То есть я там назначила их каким-то чувством, неосознанно сначала, конечно, а потом начала это расшифровывать для себя. Очень прикольно, когда настраиваешься на человека, но ещё прикольнее, когда настраиваешься на животных, потому что я настраивалась на собачку моей сестры. Это такой кайф, я вам скажу, что животное, оно очень радостное, позитивное, и всё тело просто в таком драйве. Ну, очень понравилось. Понравилось посылать, после того, как ты считываешь человека, посылаешь ему некий посыл, некий запрос, и как это реализуется. Я, конечно, тренировалась как на своём муже, я ему посылала там свою любовь, свои чувства, и посылала ему запрос себя с цветами. И мой муж, он приносил мне цветы. И вот, кстати, сзади одни из тех цветов, которые я ему именно цвет, именно вид цветка, я ему загадывала. Он говорит, я не знаю, я как-то интуитивно выбрал именно эти цветы. То есть всё работает, это классно, Нелли, я тебя благодарю, потому что ты сделала просто невероятную работу. Мне казалось, что я не смогу так глубоко чувствовать, потому что на поверхности чувства были. Но кайфовать от простых вещей, просто созерцание красоты вокруг, это офигенное чувство. Что мне ещё удивило очень сильно, что мы можем считывать людей на очень большом расстоянии. Вообще не важно, на каком расстоянии мы друг от друга, но когда ты считываешь человека, самое же важное расшифровать, а что это для меня. Ещё мне понравилась очень техника, которую, конечно, я ещё не столь глубоко познала, но собираюсь в этом больше тренироваться, в этот навык, наловчиться всё-таки это делать. Это про то, что когда настраиваешься на человека, и его болезнь какую-то просчитать, расшифровать, какую-то травму детства, это очень прикольная штука, когда мы можем помочь человеку, а на самом деле мы помогаем себе через этого человека, принимая, что человек — это моё продолжение. В общем, мой мозг взорвался, и я этому очень-очень рада. Я очень-очень благодарна всем, кто был у нас в чате на курсе. Все такие классные. У людей вообще там такие просто вещи происходили. Я понимала, что если я ещё так не умею, то я тоже так смогу, только всего лишь дело в тренировке. Нелли, я тебя прям благодарю-благодарю, целую, люблю. Спасибо огромное.